Увековечить подвиг в камне. В конце февраля в Самаре откроют мемориальные доски с именами героев Великой Отечественной войны. Их установят на фасадах домов, в которых проживали командир воздушно-десантной дивизии Иван Никитич Конев, летчик-испытатель первого класса Константин Константинович Рыков и командир отделения гвардейского стрелкового полка Виктор Павлович Синельников. Представители городских властей уже разработали эскизы совместно с художниками и родственниками героев. Отработали и шрифт, и размещение звезды Героя Советского Союза, отдали членам комиссии по увековечиванию, нашим историкам-криведам, чтобы они посмотрели на текстовую составляющую. Мемориальные доски должны появиться и на фасаде школы номер 161. В военные годы в Красноглинском районе Самары располагалось первое военно-пехотное училище, из стен которого выпустились 10 героев Советского Союза. Мы просто создаем картину, большую картину героев нашей Самарской области. Герой – это символ эпохи, символ своего полка, своей части, вида вооруженных сил. По словам главы города Елены Лапушкиной, эта инициатива должна найти отклик в сердцах горожан. Тема, которую мы сегодня с вами обсуждали, она никого не оставляет равнодушным, поэтому такое отношение трепетное. Я надеюсь, что оно сохранится для нас, для наших поколений навсегда. Рядом с мемориальными досками, которые установят в Октябрьском и Ленинском районах города, появятся и специальные QR-коды для мобильных телефонов. С их помощью местные жители смогут узнать подробную информацию о жизни и великом подвиге соотечественников. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Похожие, они есть.